На этой крыше никогда не было так много представителей заказчика, подрядных и контролирующих организаций страховых компаний. Ведь случай из ряда вон. В середине декабря протекла крыша. Конечно, что-то можно списать на декабрьский ледяной дождь. Но почему он, еле моросящий, проник бурными потоками в квартиры жителей двух верхних этажей? Здесь основная вина, наверное, это вина подрядчика, потому что экспертами выписывались акты о несоблюдении процессов проведения работ, об отсутствии охранных мероприятий. Но, к сожалению, подрядчик на эти акты не реагировал, не исполнение своих обязанностей. То есть, начавшийся еще в ноябре ремонт кровли почему-то затянулся, а, проще говоря, вообще не велся, при том, что кровля была уже вскрыта. Когда опомнились, температура воздуха упала, было поздно вести полноценные ремонтные работы. И тут пошли ледяные дожди. Основная причина – это смена бригад. Подрядчик не спланировал, не запланировал и не смог организовать здесь работы. Поэтому мы ушли сейчас, вошли в декабрь. Очевидно, доля вины есть у каждой из сторон. О странном поведении подрядчика было известно и ранее. Но никто не ожидал такого. Теперь в срочном порядке надо все исправлять. Мы имеем реальный допущенный залив. Соответственно, мы постараемся максимально быстро, до конца года, закатать эту крышу. Крыша, она не сложная. Была крыша не сложная, но теперь ее конструкция заметно усложнится. Прямо в середине декабря на этой крыше, в доме на Третьей парковой улице, начались активные строительные работы. Из этих материалов будет сооружен каркас, чтобы просушить крышу и восстановить кровлю, которая протекла позавчера. Сейчас здесь работают более 20 человек. Все работы согласуются с жильцами. Никакого шума по ночам. При этом особое внимание к качеству работ. Технический надзор следит. До нас сейчас команда будет делать лабораторию. Все будет контролироваться и проверяться. Теперь заглянем в квартиры 9-8 этажей. Они сейчас тоже на просушке. Это детская комната семьи Шибановых. Злата только-только закончила с уроками и легла спать. Мы легли все спать. Собака начала лаять. Мама выходит в коридор. Ну и начинает лить. На кровать ко мне. На этажах полностью выведена из строя электропроводка и подлежит замене. Требуется ремонт помещений и мест общего пользования. Сейчас проводится осмотр и оценка нанесенного ущерба. Подряжки заключают еще договоры страхования. Значит, будет выплачена денежная компенсация. То есть, это не только сам залив. Даже если пострадала мебель, оборудование, все это будет компенсироваться. Восстановить техническое состояние и сам быть на пострадавших этажах еще только предстоит. Но в первую очередь надо качественно отремонтировать крышу. Новых протечек она не выдержит.